Есть в английском два слова, которые очень похожи друг на друга Это слова each and every Оба переводятся как каждый И иногда они действительно могут друг друга взаимозаменять Но разница между ними все-таки есть Меня зовут Кэт, и вы смотрите Puzzle English Сегодня мы с вами как раз и будем с этим разбираться Поехали! Действительно очень похожи по значению Поэтому давайте начнем с примеров, когда они могут заменять друг друга Каждый раз, когда я тебя вижу, ты выглядишь уставшим В каждой комнате дома есть тревожная кнопка В этих примерах можно одинаково использовать и то, и другое слово, какое вам больше нравится Это правильно и лексически, и грамматически А теперь давайте посмотрим на случаи, когда эти слова все-таки отличаются Мы используем слово each, когда нам нужно подчеркнуть каждую вещь в отдельности То есть одна за другой Внимательно изучи каждое наименование, одно за другим Также each чаще используют для небольшого количества вещей, предметов На столе было пять коробок, каждая коробка была разного размера и цвета Во-первых, подчеркиваем, что каждая в отдельности Во-вторых, их всего пять В начале этой карточной игры у каждого игрока четыре карты На контрасте Every используется, когда нам нужно подчеркнуть не каждую вещь по отдельности А все скопление сразу В этом случае every можно заменить словом all Все Можно перефразировать All chapters must be interesting to read То есть каждую главу должно быть интересно читать В том смысле, что все главы должно быть интересно читать Также на контрасте с each Every чаще используется для большого количества предметов, вещей, людей Моя мама любит читать Она прочитала каждую книгу в библиотеке Здесь имеется в виду значение все книги Здесь такая же история Я бы хотела посетить каждую страну в мире В том смысле, что все страны в мире Когда речь идет о двух вещах Их всего две Мы можем использовать только each И не можем использовать every В футбольном матче каждая команда состоит из 11 игроков Мы знаем, что в футболе каждая команда это одна из двух Их всего две Когда речь идет о том, как часто что-то происходит Мы можем использовать только every И не можем использовать each Как часто ты готовишь? Каждый день Автобус приходит каждые пять минут Да, как часто, каждые пять минут Оба слова используются существительным Each person, every person, каждый человек Each car, every car, каждая машина Но слово each можно использовать само по себе Да, без существительного после него Ни одно из платьев не было похоже друг на друга Каждая отличалась То есть я не сказала each dress Я сказала each was different Как вариант, можно добавить one Each one was different Но не обязательно Внимательно прочитай каждую статью Каждая из них написана на разную тему Да, each of them можно добавить Каждая из них А вот слово ever мы не можем использовать само по себе Здесь без вариантов В обязательном порядке нужно добавить one Чтобы получилось every one В два слова Нельзя сказать просто every of these books Надо every one Ты прочитала все эти книги Да, каждую из них Из-за того, что слово each может использоваться отдельно От существительного само по себе Его местоположение в предложении не так жестко зафиксировано Оно может быть в середине предложения или в конце Например Каждому из охранников выдали большую сумму денег Если перефразировать, можно сказать иначе Каждый охранник получил большую сумму денег В конце теперь слово each стоит Каждый из этих арбузов стоит 900 рублей Для тех, кто все это время задавался вопросом А как же все-таки пишется every one Слитно или раздельно? У меня есть ответ на этот вопрос Everyone в одно слово Используется только для обозначения людей И приравнивается к слову everybody А вот every one в два слова Используется и для предметов, и для людей Когда нужно подчеркнуть то же значение, что each one То есть каждый Не все, а каждый Например Можно сказать Пишем слитно Все наслаждались вечеринкой Его зовут на много вечеринок И он идет на каждую из них Вот здесь уже пишем раздельно Потому что вечеринки – это не люди А теперь давайте быстренько проверим Насколько вы усвоили тему Я сейчас дам вам несколько предложений В которых вам нужно будет решить Какое из слов вы будете использовать Each или every В конце скажу правильный ответ Итак Что-то нужно вставить перед Thursday morning Вставляем что-то Вставляем слово Вставляем слово Вставочка И последнее предложение Надеюсь, вы записали все свои ответы Можете поставить на паузу Еще раз все сделать А теперь давайте их проверим Потому что здесь речь идет о том Как часто что-то происходит Сэм играет в волейбол По утрам каждый четверг Мы очень классно провели выходные Я наслаждалась каждую минуту Здесь имеется в виду, что наслаждалась Все минуты Поэтому every Я пыталась ему звонить Три или четыре раза Но каждый раз Ответа не было Здесь говорящий подчеркивает Именно что раз за разом Каждый отдельный раз Никто не отвечал Здесь двойная проверочка Речь идет о людях Поэтому используем everyone Который пишем Слитно Здесь у нас два или четыре человека Поэтому используем Что каждый игрок имеет ракетку Здесь тоже речь идет о людях Поэтому пишем everyone В одно слово Мне платят каждые три недели Здесь речь идет о том Как часто что-то происходит Поэтому мы используем every На сегодня это все Надеюсь вам стало понятно В чем слова похожи А в чем отличаются Увидимся в следующем выпуске Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok